Для вашей красоты и здоровья мы предлагаем комплексы алексобин. Это натуральный комплекс аминокислот, витамины, микроэлемет, табликов и эмальформер, с обогащенным органическим хромом, цинком, кремнием и серой. Винтон, комплекс растительных экстрактов при заболевании сосудов, которые наиболее часто используются, это экстракт отельного чая, экстракт ботукола, грецкого ореха, плодом шоколока и тенгобилка. Экстракт красного дына, содержит флавоноиды, адекцианы, резбиратрон раскрученный, но не только, микроэлементы, незаменимые аминокислоты, витамины группы В, форт-ПМ. Полос форте, натуральный биокомплекс широкого аспекта диеты, а в том числе антипаратитарно-лунный торт, аэвидирует препарат форте, и нормофен, витаминизированный напиток, кстати говоря, да, источник антигипоксантов, антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. Винтон. Так, давайте сразу. Если вы посмотрите на схему, винтон – это препарат сосудистый. Препарат – это здоровье сосудов. И если вы посмотрите на слайд, то от величины, от размера, от диаметра, да, как это, окружности, самый большой процент при смертности, наиболее высокий процент занимают именно заболевания сердца и кровообращения, заболевания болезни органов кровообращения и сосудов. Соответственно, даже война, вот если вы видите, там совсем вот фиолетовая, а война вот совсем маленькая. В общем-то, болезни сердца и кровообращения иногда сравнивают с какой-то пандемией. Не просто с эпидемией, а именно с пандемией, которая охватывает огромное количество населения земного шара. Соответственно, препараты для восстановления микроциркуляции, для восстановления сосудов, для нормализации, для помощи в этих процентах, они всегда будут очень актуальны. И здесь Виндон – это композиция на основе растительных средств. Это основа экстракта зеленого чая, готукола, грецкий орех, шиповник и гингобелоба. Казал – это классическая фармакогнозия, совершенно классическая. Препараты давно использующие, компоненты давно использующие с большими клиническими апробациями, известны они очень давно. П – витаминная активность, прежде всего, именно действие на сосудистую стенку. И кроме того, помимо П – витаминной активности, еще очень важно, что это в комплексе с натуральным витамином С. витамином С. Причем, если мы говорим о зеленом чае, то именно зеленый чай не проходит в ферментацию, поэтому в нем так много остается биологически активных веществ. Поэтому задумайтесь о том, когда начнете пить черный хлебкий чай, задумайтесь об этом. Грецкий орех, если мы говорим о компонентах, также огромное количество флавоноидов, огромное количество антоцианов, тот же юглон. Весенние листья по содержанию аскорбиновой кислоты не уступают плодам шиповника. Огромное количество каротина и витаминов группы В. Готукола, если грецкий орех – это растение, которое у нас произрастает, то Готукола – это экзотическое растение, опять же, с огромным количеством флавоноидов. Здесь, в препаратах этой группы флавоноиды имеют как раз наиважнейшее значение. И витамины, и бета-каротин, и витамины группы В, аминокислоты из необходимых. Соответственно, вообще, если смотреть состав всех этих компонентов, то большое количество биофлавоноидов, большое количество витамина С в этих препаратах, то есть, большое количество компонентов, которые положительно влияют на сосудистую стенку. Укрепляют ее, стимулируют микроциркуляцию, запускают процессы именно по восстановлению. В том числе, ну, шиповник вообще чемпион по, не то что чемпион, а достаточно большое количество витамина С. Кроме того, у него достаточно много микроэлементов. Тут, кстати, полный состав есть, не убрала я его из презентации, поэтому вот 100 грамм, пожалуйста, по микроэлементам, эта информация доступна. Но это по шиповнику. Но это по шиповнику, да. На 100 грамм продукта. На 100 грамм продукта. Экстракт, естественно, более концентрированный. Главный сосудистый компонент здесь, помимо гутуколы, это гингобилоба. Про гингобилоба уже, это один из самых, скажем так, популярных компонентов. Он, естественно, есть и в инъекционных методиках. Он без гингобилоба, наверное, не обходится ни один инъекционный препарат. Обходится, но наиболее так вот нам близкий сосудистый препарат. В 60-х годах был бум, он, в общем-то, и продолжается. Опять же, флавоноиды. Есть компоненты, которые характерны только для гингобилоба. Соответственно, в этом плане, почему такой бум? Потому что один из лучших экстрактов, одно из лучших растений, которые, опять же, действуют на сосудистую стенку. А сосуды — это наше все. Без восстановления микроциркуляции, без улучшения процесса микроциркуляции, естественно, потом макроциркуляции, невозможно нормально ни омоложение кожи. Сосуды — это не только заболевания сосудистые, не только. Но это питание клеток, это здоровье, естественно, питание всех органов человека, в том числе кожи. И, естественно, это нормальное протекание процесса, в том числе замедление старения. В этом плане не только препараты. В этом плане я всегда говорю о том, как незаменим массаж, грамотный, правильный массаж. Когда вы не просто наносите препараты, когда вы еще и улучшаете микроциркуляцию. А если вы подкрепляете это еще и внутренним применением, значит, у вас вы правильно выбираете методику работы с пациентом. Так. Капилляры укрепляющие свойства превосходят рутин. Листья разживляющие бактерицидные, противовоспалительные. Тонина уменьшает ломкость и проницаемость сосудов. Препараты относятся к венатоникам, антикоагулянтам. Мы, антоцианы, опять же, мощные антиоксиданты, мембранопротекторы. Препараты, которые мы используем, естественно, все заболевания сердечно-сосудистые, все заболевания с таким... Это как одно из наиболее часто встречающих, но здесь неважно сосуды нижних конечностей или сосуды головного мозга. То есть действие общее... Да, общее действие на организм, соответственно, будет нормализация. То есть мы принимаем его для нормализации и сосудов головного мозга, и микроциркуляцию, естественно, в конечностях, и только ногах, но и руки, и, соответственно, естественно, лицо, шея, декольте. Сетчатка глаза. Да, правильно, спасибо. Так, фитонциды, юглон опять в составе. Так, 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 так. Мы сейчас прям... Что касается... Винтон противопоказан при беременности и лактации, потому что гутокола противопоказана. Кроме того, нужно обязательно смотреть комплексное применение с препаратами, снижающими уровень холестерина, вызывающие сонливость со стероидами. То есть если пациент принимает эти препараты, значит, можно назначать только в месяц, только специалисту и обязательно на связи должно быть со специалистом. Сам специалист должен назначить, который ведет его. Что касается внутрикосметического действия, то активизирует... Вот у готеколы есть свое специфическое действие. Она активизирует процесс правильного развития соединительной ткани, угнетает сформирование уплотнений. Винтон показан при терапии, в том числе при килоидных рубцах, при ожогах, при ранах. То есть здесь есть прямое действие. Так, витамин С тоже, да? Раскакиваем. Пектины. Санитары человеческого организма. Они не расщепляются, не усваиваются в пищеварительном тракте, поэтому обладают очищающим действием. Экстракт листьев гинкобелобы тоже рядом выраженных свойств. Тоже влияет на тонус кровеносных сосудов. Препятствует, обладает спазмолитическим действием, препятствует спазму артерий и расширяет вены. Очень хорошо работает при отечном синдроме, потому что снимает отеки. Изначально винтон, этот препарат, планировался как препарат для улучшения микроциркуляции нижних конечностей, но, как оказалось потом в практике, очень хорошо работает и с сосудами головного мозга. Поэтому здесь получается комплексное такое его воздействие. Значит, действие, вернее, для чего? Стенки сосудов капилляров, снижение проницаемости, повышение эластичности, лимфоток, нормализация местного кровообращения и вообще нормализация реологических показателей крови, питание ткани, белковая структура поддержки, антиоксидантная система и витамина минерального тоже, но в меньшей степени. Что касается внутрикосметического применения, для достижения оптимальных результатов, поддержание здоровья, улучшение качества кожи, усиливает синтез коллагена, поддерживает упругую структуру кожи. Это то, что мы говорили о микроциркуляции, о нормальном питании тканей за счет нормальной микроциркуляции, естественно не патологической. Поддержание, профилактика и коррекция сосудистых изменений кожи, купероз, телеангектазии, звездочки и так далее. Здесь в том числе слабость капиллярная, как обязательно курс инъекционных методик и не только. Если видите, что повышенная ломкость капилляра, микрогематомы, для профилактики микрогематом обязательно нужно начать как минимум за месяц до предполагаемого курса, и вовремя в том числе необходимо назначать винтон. Тогда терапия будет гораздо более эффективнее. Плюс при запуске микроциркуляции препарат, который проникает, который наносится на кожу или вводится инъекционно с нормальной микроциркуляцией, он расходится лучше и правильнее. Диффузия. Диффузия происходит грамотно, вернее естественным путем, правильно без каких-то патологических, не то что патологических состояний. Без задержки. Без задержки, поэтому эффективность терапии, эффективность косметологических инъекционных и аппаратных, в том числе методик, она будет гораздо выше. Скажите, а есть ли на работе по разовству, по пупирозам, реальной работы, это как это будет? Идет в месяц? Во-первых, ну месяц, смотря на сколько процессы, это уже глубокая патология, потому что для более легкой патологии достаточно будет месяц-два. Для более глубокой патологии, возможно, будет даже три месяца мало. Все зависит от состояния. Хорошо. Какого вообще уменьшения всех симптомов. Винтон очень работает. Ну, это при комплексном естественно. Невозможно пить только винтон. Конечно. Не обязательно колоть у нас без инъекционных методик, прекрасно мы берем эти заболевания. Вы не видели у нас, мы выбрасываем периодически в инстаграм, то есть результаты до и после. Вот как раз по раза С у нас шикарные результаты даже просто по топическим методикам до и после. Поэтому результаты есть, то есть они, ну, на семинарах мы рассматриваем их. Новая косметология сейчас как раз, как называется, справочники, да, как эта часть называется. Как раз у нас результаты по раза С до и после напечатаны. Спасибо. Так. Снятие отеков, уменьшение трофических изменений кожи. Постатная. Кроме того, сосудистые пятна профилактика. Обязательно в комплексном воздействии антицеллюлитных методик. Аллопеция для улучшения кровообращения в коже головы. Злоупотребление, уменьшение последствий злоупотребления курением и алкоголем. Здесь мы назначаем вместе с нормофеном в течение месяца даже очень хорошие результаты. Уменьшение последствий неправильно, кстати говоря, тоже, вот, косметологического ухода. Особенно, что касается применения, неадекватного применения вопозона, да, при достаточно слабой сосудистой стенке. Здесь тоже без винтона не обойтись. Так. То же самое, да. Обычно рекомендация по одной таблетке в первой половине дня, очень часто мы назначаем, если уже какие-то, это профилактический курс. Обычно обращаются уже, когда есть в той или иной степени патология, поэтому комплексно мы назначаем по одной таблетке два раза в день. Если есть нарушение мозгового кровообращения или возраст 50+, мы наоборот уменьшаем дозировку, начинаем с полтаблетки один раз в день. Потом постепенно увеличим дозировку раз в неделю. То есть сначала полтаблетки, потом через неделю полтаблетки два раза в день. То есть постепенно идет увеличение дозировки в этих случаях. Поэтому обязательно... Если 50, то то нарушение? Да. То есть или возраст, или нарушение. Ну а если сочетанно, то все равно полтаблетки. Один раз в день, да. В любом случае, после 50, первую неделю по полтаблетки. А, это по первую неделю? Первую неделю. И половину раз в неделю? Нет, нет. Половина таблетки один раз в день. Первую неделю, одну неделю. Затем на следующей неделе мы увеличиваем еще, добавляем еще полтаблетки. То есть уже будет одна таблетка? Да, уже будет одна, но разделенная на два приема. То есть для того, чтобы предотвратить обострение. Вот. А потом мы постепенно должны выйти на дозировку по одной таблетке два раза в день. Но в возрасте может быть и полтаблетки это будет рабочая дозировка. То есть мы как, добавили еще полтаблетки, начались допустим, большие головокружения или шум в ушах. Ну вот такие сосудистые явления. Значит мы возвращаемся на предыдущую дозировку. Это называется, мы ищем дозировку именно подходящую данному человеку, данному пациенту. Комфортная дозировка. Нормально абсолютно. То есть здесь гипергипотоник неважно есть. Главное, чтобы дозировки сразу не дать на возраст. Вот у меня бабуля, например, полтаблетки. И так на этой дозировке я оставалась. Утром. 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 Вечером усиление кровообращения, особенно мозгового. – Ну, просто мы думаем, что мы уходим потом на вторую полтаблетку. – Вторую где-то до 19, до 18, до 19 часов, в зависимости от того, когда пациент спать ложится. То есть более позже можно деть до 19 лучше, если раньше, значит до 18.